А говорят в Техасе снега нет. Привет друзья! Вместо сегодня замены колодок ввиду такой погоды. Я решил это перенести на завтра-послезавтра, потому что как всегда вы помните обещанного три года ждут. А сегодня мы решили с Дашей, что мы поедем с ней в Ай-Киев. Блин, капец снег. Я когда приехал сюда почти пять лет назад, я здесь уже четыре с половиной года, я никогда не думал, что в Техасе бывает холодно или в Техасе может пойти снег. Но нет, он может, прикиньте. Поэтому мы решили с Дашей, что мы поедем на моем траке, потому что мы поедем в Ай-Киев. Даша хочет купить пару комодов, чтобы наше гнездышко более организовать, сделать его более красивым, аккуратным, чтобы хватало места. Потому что мне как пацану-одиночке и всего хватало. А вот когда начинаешь жениться, ладно, я потом Атольке выкину. А как только женишься, то все, места становится маловато. И всех тех, кто переживали, что типа там Даша переехала, начал требовать, там про шубу помнится, фига это было. Это на самом деле были наши с ней приколы. Даша, конечно же, знает, что шубу я ей не куплю, но прикалываются почему. Кто вы, блин, никто не запрещает. Сейчас все выходят на улицу, фоткаются, что вау, в Техасе снег. Техас, не может быть. Так, я освобождаю место для Даши и мы учимся в путь. Не, ну капец сколько снега, да. Ну и мы выехали в Икею. Очень непривычно, когда в Америку приезжаешь. Мы всегда всю жизнь Икею называли Икеей, А здесь, в силу произношения американского, Ikea читается и произносится как Ikea. На улице у нас 36 градусов по Фаренгейту, это где-то 1-2 градуса тепла. Мы открываем себе ворота зеркала, и оно не добивает нормально. Поэтому снежок не может накопиться, и кто-то сильно даже дышит. Затуманено окно. Все, поехали. Так просто хотелось бы, чтобы снежок накопился, но на самом деле у меня сильной скуки по снегу нет, вот честно. Смотрите приколюху, когда на улице уже 34 градуса, то есть это ближе к нулю, 1 градус, на highway почти никого не встретить. Вообще, все в основном едут по правой стороне, потому что здесь, когда ты заезжаешь на мост, может образоваться ледик. И люди боятся, они даже там по правой стороне, где земля подогревает вроде дорогу, да, они даже там едут на 15-20 миль медленно. То есть мы вот сейчас уезжали на highway, там можно было ехать 60, человек ехал 45. Вот так. Тут водитель достаточно стрёмный, когда, видите, за мной там организовалась маленькая такая очередь. Я на самом деле до того, как приехал в Америку, ни разу не был в Айкии, нигде. Ни в Литве, ни в Польше, нигде. А здесь впервые сходил и узнал, что в Айкии иногда можно неплохо даже покушать. Даша, Даша, там дальше, там дальше. Поэтому, ну, вы поняли нашу стратегию, мы сначала все время перекусываем перед тем, как идти внутрь. На самом деле, Даша предлагала сделать завтрак дома, но так как она ни разу в Айкии не кушала. И я решил попробовать. Мы решили, что мы хотя бы один раз для опыта, для, скажем так, для галочки покушаем в Айкии, а в следующий раз уже будем готовить дома. Мне нравится, моя жёнушка, экономная тоже. Ну, конечно, потому что только что она пока что зарабатывает. А знаешь, что самое прикольное? Мы сейчас приехали, а у них, может, ресторан не работать. Почему? Ну, и в какой виду. Будет сейчас прикол, если мы надеялись поперекусить, а здесь ничего нет. Ну, что? Будем голодные, да, Дайка? Нет. На едем есть? Да. А потом нахи. Да. Капец, вот это вот жертвы. Ну, пошли. А, нет, смотри, нормально. Да? Нам где-то надо обойти, потому что тут exit only. Пойдём туда, вправо. Всё, сам, здесь заходим. Руки себе санитализируем, мне не надо, Вова всегда чист. Япония, мама. А нам хватит на поднос? Или давай два лучше возьмём, на всякий случай. Ты платишь всё равно. Да? Да? Прикол, чтобы зайти в ресторан, нужно регистрироваться. Нам просто номер телефона взяли и имя. Всё, берёшь. И вот, смотри, вон там ещё на... А я не знаю, хочу я салатик. Нет, ладно, тоже не буду. Экономим. Да, на самом деле что-то оке испортилось, не впечатляет нас своим сегодня ассортиментом еды. Но ничего, я решил всё свининки. Даша себе более такой фастфудовская. Можно попробовать одну картошку? Эх, спасибо. Всё, когда перекусили, можно спокойно смотреть, потому что сейчас интереса ни к чему нету. Хочется просто дома улечься, отдохнуть. А у тебя есть, Даша, интерес, что им есть купить, да? Да. Ну, Даша уже щупает, трогает всякие тут комоди... А, вот это, не, она закрытая, да? Органайзером, смотри, какие, видишь? Что-то мы ходим, пока что все мимо, одни кухни, кухни, кухни. Но сейчас, я думаю, мы дойдём до спальни, и там будет, Даша, всё, что нам нужно. Я не совсем, конечно, тут понимаю апплайенсы, то есть бытовую технику-то окея. Я очень редко вижу в домах у людей, но кто-то же покупает. Так, после кухни пошли детские комнаты и комнаты переговоров. Что-ли? Что-то непонятно, да, Даша? О, видишь, стульчик-неваляшка. Я вот как с вами по аукциону убитых автомобилей хожу, вот так сейчас в Ай-Ки. Считайте, что вы сейчас затариваетесь в Ай-Ки. Что кто-то в Ай-Ки никогда не был, кто-то был, кто-то никогда не будет, кто-то ещё будет. Я всегда, наверное, за четыре-пять лет в Америке, блин, но раза три-четыре приходил, максимум пять. Где все эти столики у нас тут? О, мне надо стул офисный как-нибудь купить, когда-нибудь я перееду обратно в свой офис. Мне нужен серьёзный шеферский стул. Да нет, в офисе, который в комнате у нас с тобой. Вон, пошли, видишь, вдали, сколько их много. О, Дашин рай, да? Рай желаний. Вот, это всё, что я вижу. Да, всё, что ты хотела. В общем, ну, не то чтобы у Даши есть лимит. Нам самое главное купить то, что нам точно подойдёт. Ну, как-то у нас будет в игре. У меня стол чёрный, кровать жёлтая, а комод белый. Это вообще капец. Всё не в свет. Кровать будет выбрасываться. Сейчас я тебя выброшу. Ну, это слишком высокая, ты мне не достанешь. Я не достану. Да. Это что? Ну, ценник 229, 150. Это ж ещё мне бесплатно собирать придётся. Конечно. О, кстати, из модели наша кровать вот эти вот цвета. У нас кровать вот такого цвета. У меня нет. Спасибо. Ты на них сбежь. Так, вот, я вообще смотрела вот такое. О, 179. Он влезет, другой вопрос. Да они все влезут. Ну, просто что они калечно влезут. Ну, мне вот этот подходит, который ты вот хочешь за этот. Я считаю, что здесь больше места, чем в том. Тот красивее, но там больше. Мне кажется, здесь больше места. Ну, здесь больше, потому что он даже выше просто сам по себе. Ну, давай. Значит. Останавливаем выбор на этом. Ну, давай сидим ещё в один-два магазинчика, чтобы наверняка быть верным. 179. Фоткай, делай, чтобы нам сюда уже не возвращаться было. Так я знаю его. Молодец. А ты код знаешь? Ну, давай, код наизусть. Не, ну. Ага, 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 блин. Все. Потому что в айки вы не берете прямо здесь. Вы спускаетесь вниз, выводите код. Вот он говорит, на айли 27, бин 15. Там лежит коробка. А, это где мы его можем взять? Это место, где он лежит. То есть здесь он не может. Ну, это то, что я тебе говорю, да? А, я знаю, я знаю. Вот, ты знаешь. Все. Пошли дальше. Следующий магазин. Нет, подожди. Ну, и все. Сейчас мы будем с тобой ходить и видеть, как они в комнате смотрят эти комодики. Еще с разными цветовыми решениями. Может быть, мы их цвет нормально подберем. Да? Я имела бы просто хотя бы. Походу. Ну, я понял, понял. Может, что-то здесь стоит, а что там не было. Понимаешь? Ты для кухоньки себе ничего не хочешь? Сходяешь? Да. А ты миску же для конфет хотела? Да. Молодец. Молодец. Whatever. Ну, вот смотри, вот здесь мы сейчас выходим сюда, да? И вон айл один, два, три, четыре. Видишь? Вон там вдали красненьким. Угу. И мы знаем, где лежит этот комод. Поэтому сейчас мы поедем в другой магазин. Если ничего лучше не найдем, возвращаемся сюда и сразу же ждем вот этот найти айлы. Вот если бы Вова был сыт, то мы бы уже точно купили этот комод и поехали домой. Но иногда в некоторых вещах я немножко... Ну, не то, что перфекционист или что. Просто хочется купить вещь, которая реально стоит своих денег. Интересно. А Kia все время опилочная. Сейчас мы съездим, наверное, в Небраска Furniture Mart. Там можно найти что-нибудь получше иногда. Может и похуже, но дизайном лучше. Хотя здесь в округе еще раз, два, три, четыре. Магазинов хватает, выборов тоже хватает. Сейчас немножко лучше лишних миль потратим, зато купим то, что реально нам нравится. И вот мы добрались до Небраски Furniture Mart. Ничуть не хуже магазин, чем IKEA. Я говорю, Даша, пойдем сразу в Clearance Section. Clearance Section, где сразу все на скидки, там из-за царапинки или из-за чего-нибудь еще. Даша говорит, нет, сначала пойдем на реальные цены посмотрим, а потом в Clearance. Сейчас так договориться, я вообще пойду на массажное кресло сяду, вообще никуда не пойду. Пойти? Можно? 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 Такой заходишь и сразу, блин, кофеек, кофеек. Может кофеечку купить? Не хочешь? Хочешь идти? Я хочу. Ну пошли со мной, ты же без меня никуда. Ты же и в огонь, и в воду, и в медные трубики. Там такого не спрашивали. Я не клялась. Ну ты мне обещала так. Нет. На ушко. Обещала. Пока мы ждем, что мне здесь выдадут кофе, Даша читает все лестные и нелестные комментарии про ее шубу. Кстати, если что, я на работу хожу. Которые говорят, что меня обринали на работу. Это же во вчерашнем видео уже вышло, что ты больше, чем муж, зарабатываешь. Так что не переживай. Видите, как вы обижаете Дашу, но потом сниматься не хочет. Но у нее выхода нет, она вышла замуж за блогера. Теперь мы в этой грязи вместе, зайчик. Ну все, теперь, когда кофе готово, Дашуля, отвлекайся. Пошли на второй этаж смотреть комоды. Шопинг сейчас точно удастся. Кофе в руках. Я пью латы, кстати, на всякий случай. Вот тут Вова хотел полежать, но хочешь не хочешь, ноги сами себя всегда приводят в клиренс-секцию. Все-таки мы... Не, пойдем зайчик зайдем, мы там кружочек обойдем. И там будет все, что можно. О, видишь, уже комод вдали стоит. Видишь, черненький? О, видишь? Сейчас мы тут найдем, может быть, даже лучше, чем где-либо. И дешево. Тут у нас для кухонь. Для... Не только кухонь. Ну, так я же тебе говорю, что я... Когда тебе Вова плохого что советовал? Ну что, не жалеешь, что я тебя в клиренс-секцию завел? Смотрите, тут люстры. Стоило... Сколько оно стоило? 360, сейчас 99. Это вообще 39, а стоило 180. Капец. Никто не покупает. А кто-нибудь да и купит. Тем более, с такой скидочкой. Ну так, последний шанс что-то найти по дешевке. О, 129 долларов, смотри, как прикольно, да? А я думаю, что здесь ручки... Вот так вот, наверное. Джиг. Ручки все здесь, их еще дособирать надо. А так вот, вот он. Четко! Тебе нравится? 129 долларов, Даша, даже мне нравится. Да. Сейчас я тебя открою. Благо, у Вова есть ключи, самое главное не поцарапать. Да. Потому что это, скорее всего, наш подвесник. Джиг. Ну что, нравится? 129 долларов, это вообще офигенно. А сколько он стоил раньше? Что, 570? Да, ну на... А нет, вот, 223 он стоил. А сейчас за 129. 50% оф. Это то, что просто... Варпт. Ну, это повреждение у нас, да? И все, да? Ну, ничего серьезного, на самом деле. В общем, только мы на один шаг отошли от того комодика, к ним уже подошли там ребята, и вроде как его забивают. Но мы решили не пороть горячку, мы лучше сейчас пройдемся, еще посмотрим. То есть там 130 на полу его можно купить за 230. То есть даже если мы потратим лишних за 100 долларов. Но купим неповрежденный, потому что там написано, что он искривлен. Ну, все искривление можно выправить. Вы же знаете, мы же мастера на все руки. Это мы сейчас посмотрим еще на полу. Ну, потому что здесь, on the floor, это вот то, что вот стоит, выставлено, называется так. Если мы здесь ничего не найдем, будем все-таки выбирать, будем надеяться, что то, что мы выбрали, не заберут к тому моменту, а если нет, то, ну, подождем. Знаете, что всегда меня бесит, когда ходишь в магазин, что очень много выбора. Если бы было 2-3 вещи, то всегда легче выбрать из 2-3 вещей. Но как заходишь в каждый ряд, разный цвет, разная моделька, разная ширина, в общем, все разное. И там что-то нравится, здесь что-то нравится, и вот так вот ходишь, вот эти 518. Ну, мы там с нашей за 300 с лишним нашли. Сейчас начинаем думать, что же мы будем делать. Что делаем? Ну, и смотрите, мы вроде как пришли к общему знаменателю. Комод нашей мечты. 310 долларов до такс. Ух ты, ежики-пужики, сейчас мы тут все сломаем. Ждем, спросим, можно ли купить его без зеркала, потому что зеркало нам, скорее всего, не нужно. А если мы купим и продадим? Кого? Зеркало? Ну, не продашь его один. Ну, продать можно, но очень тяжело. Сейчас попробуем купить без зеркала, если возможно. 308 с зеркалом. И без. И 249. И 249. Yeah, let's go ahead without a mirror. В итоге с налогами и всем нам этот дрессор... Нет, да, дрессор. Вышел 270 долларов. Сейчас напоследок Даша хочет найти какую-то пару красивых тарелочек. И все, и едем домой, блин. Мне еще сегодня бесплатно на себя работать. Хотя, возможно, еще сегодня появится заказ. Наконец-то. Все оплачено. Кумплино. Единственный нюанс. Не загружен. Поэтому мы сейчас объезжаем здание вокруг. Если помните, мы валику здесь покупали диван. Процесс я вам уже показываю. Но сейчас я так быстрыми вставочками напомню. Объезжаем здание. Подъезжаем проходной. Сейчас мы назовем наш... Вот тут уникальный код нашего товара. И поедем внутрь туда. Видите, сказали, куда ехать. 2С. Просканировали машины номера. Чтобы я тут ничего лишнего не забрал, если вдруг мне погрузят. 2С. Сказали, время ожидания 10 минут. 10 минут не так уж и много. Так, что-то у меня искали 2С. А там, блин, будь здоров, то почти никого... Парковочное место ни одного нет. Как они решили это сделать? Ладно, мы ее здесь ставим. Левее чуть-чуть. Что сделать-то? Ну, смотрите, там людям вяжут, перевязывают. А мне, я думаю, что мы просто закинем сюда и все. Сейчас только я для них это открою. Чтобы было удобно грузить. А там, блин, надо было лестницу выгрузить. Если бы я знал. Если вы хотите, я могу удалить лестницу и поставить ее вверх. А теперь у Вова проблема номер один. Я могу закрыть, но лестницу мне не скрыть. Потому что шторка сверху не смогу сделать. Сейчас что-то будем думать. Будем считать, что с горем пополам справились. Резинками затянул. Лестница тоже никуда уйти не должна. Сейчас еще, наверное, резиночку я все-таки вцеплю. На всякий случай, чтобы не убежала точно. И у меня появился второй вопрос. Кто же будет со мной разгружать этот комод? Так как Даша, я не думаю, что сильно способна на это. Но будем пробовать, наверное. Итак, Даша, все прекрасно. Тебе контрольный вопрос. А как мы домой понесем? Мы втроем с пацанами там немножко повело было делать. Звоните Валентина. Валентина? Валентина, Валентина еще. Саша и Егор. Точно, там у нас же целый банк. Ё-моё. Белорусы белорусы мне сказали. В Украинце тоже что-то. Все, загрузились и едем спокойно домой. Как он будет? А, ну ладно. У меня две хорошие новости. Мне его не надо собирать. Есть Егор, который поможет мне заточить. На, перчатки, если в случае там заноза мы уже под низом загнать. Поэтому на всякий случай, случаи всякие бывают. Даша, давай, иди открывай. Кого? Дверь? Кого? Ну вот и все. А вы говорите, зачем такой длинный кузов? Видели? Загрузили и там вообще вприте ручку осталось и дверь закрылась. Сейчас гружу лестницу обратно и бегом на заказ. Потому что мало ли вдруг сегодня получится хоть чуть-чуть отработать денег. Время, конечно, уже 16.42. И в воскресенье как бы не очень хочется работать. Но когда работы нет, то ты готов работать в любое время. Но не за любые деньги. В общем, пришел я тут на работу. Человек-мастер на все руки. Но этот мастер не смог самостоятельно заменить вот этот вот шарфал. Все, что нужно, сейчас мы здесь вот отпилим. И накрутим новый. Вот этот вот. Я думаю, что будет это очень быстро и просто. Сказал Вова и нет. Легче простого, конечно, не получилось. Потому что сейчас тот момент, когда ты начинаешь понимать, чего тебе не хватает. У меня сейчас нет нождачки. Без нождачки, я могу это надеть. Но это неправильно. То есть нужно зачистить все до чисто медного цвета. Потом надеть это компрессионное кольцо. Зажать, обжать. И только тогда можно быть уверен, что все сделано четко. Поэтому я в магазине. В общем, и не пришлось ехать. Мужик Windows сейчас покупает смеситель на кухне. Он сам флипает дом. То есть он купил его. Он делает ремонт. У него там стоит машина по нарезке плинтусов. В общем, у него нормальный тут инструмент. И вот это одно из тех вещей, которые он сделать не смог. Поэтому вызвал меня. Я нашел не тут. Здесь называется sandpaper. Песочная бумага. По нашему наждачкам. Сейчас очищу, поставлю. Еще останется поменять смеситель и домой. И вот это называется то, что доктор прописал. Самая беда, все время забывается надеть вот эту лобово в защиту. Но чувствую, что здесь с ней будет, конечно, проблемка. Так как только надеваешь гаечку. Джип. И сразу это. Это будет очень ненадежно. Ну, что поделаешь. В общем, иногда лучше будет. Немножко некрасиво, чем ненадежно. Поэтому я сейчас попробую сначала зажать. Потом как-нибудь приколхотить эту защиту. Если нет, то все равно будет заходить за другой защиты. Которая такая накидная просто. Ох, вроде как надежно. Либо сейчас попробую вот эту вот надрезать. Трубку высунуть. И эту туда перемастерить. Ну, все. Видите? Ловкость рук и никакого мошенничества. Все работает. Потом закончил. Пока он сюда везет новый смеситель, я могу потом снимать этот. Кстати, вот смотрите, да? Ну, как раз нахожу, и у него тут все. И инструменты, и не инструменты. Ну, молодец. Старается человек зарабатывать. Хотя некоторые вот так вот покупают дом. Все время нанимают кого-то делать. И, ну, я не знаю, они каким-то образом даже так умудряются нанимать кого-то. Чинить. Смотрите, как красиво. Под уголом там. Я такого еще ни разу не видел, на самом деле. Ладно. Наверное, это новая мода. Начинаем разбирать, снимать смеситель. Ну, и что вы думаете? Этот клиент купил самый чиповый, самый дешевый, который только возможно. И у него нету трубок. Поэтому мне все-таки пришлось ехать в там дипо. Сейчас быстро затарюсь с трубками, бегом назад и домой. А то этот парень мне уже начинает немножко на мозги-то выносить. Все работает, ничего не течет. Единственное, что у нас, видите, все-таки купил штучки, чтобы красиво смотрелось. Осталось их прикрутить к стене. В общем, я думал, этот заказ никогда не закончится. Что у нас там на часах-то сейчас времени? Сейчас быстро посмотрим. 19.17. Это что я здесь? 2,5-3 часа провел, что ли? Нифига себе. Ну, ничего страшного, нормально. Заказ в целом прошел, я бы сказал, что не пыльно. Учитывая того, что у вас осталось на машине 10 миль доехать. Это 16 километров до заправки, иначе я остану. И мне заплатили, в общем, я вам скажу, чистыми где-то. Вова заработал 200 долларов. Ни много ни мало. О, кстати, вот смотрите, едешь-едешь, ничего не видно. Бу! Блин, на камеру тоже нифига не видно, короче. Ну, нормально, не переживать, свет и огонь. Все, еду домой, потому что нужно обывать комод. Комод отработали, ну, почти отработали, но... А чтобы он служил долго, нужно хотя бы чашечку кофе за него выпить. А может что-то и крепче. Два кофе. А как ты ручки привинтишь? Зайка, для этого нужно заказать хандимена. Я таких не знаю. В моих кругах никто такой не кружится, не вертится. В общем, то, как прошел этот вечер, обещают, что комод будет служить долго. Ручки, я думаю, приделают через месяца два-три, если вы не против. Я только что на улицу ходил, чтобы забрать GoPro, потому что я забыл ее в машине. Сейчас Даша будет упаковывать все недостающие вещи. Чтобы вы понимали, почему мы купили вот это вот. Это потому что при переезде сюда Даше некуда распаковать вот эту вот сумку. Поэтому был приобретен комод, который Даша сейчас полностью упакует этой сумкой. А видос прямо подошел к концу. Увидимся в следующем выпуске, ребята. Я не знаю, попробую сделать его завтра, но скорее всего послезавтра. Счастливо. Это жена мне прям испытывает. Валялась под столом, бери. Ты мой дурак. Смотрите, Даша еще сумки придумала. Это ландриные сумки. Типа умные. Кстати, видите, как у нас улажнитель воздуха работает. Даша говорит, я уже меньше храплю. Так, Даша, я сказал пока, ты испортил конец видео. Теперь ты говори своим любимым подписчикам пока. Это не мой канал. А чей? А чей? Ну ладно. А чей? Ну скажи хоть пока, ну пожалуйста. Она обиделась на то, что вы ее все ругаете, что она безработная. И зарабатывает больше денег, чем я. Ну по машинам. Маме ручка хотя бы туда. Ну и всем моим подписчикам. Все, ребят, пока. Если помните моего валика здесь. Если помните моего валика здесь. То ты готов, то ты готов работать в любое время. В общем, иногда. И домой. А то этот парень у меня же...